Всем привет дорогие друзья и с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж ребята, продолжаем играть в нашу сборку железная дорога по Майнкрафту и продолжаем. И сегодня мы будем делать, ребята, огромный генератор. Поскольку энергии у нас все равно не хватает и я сегодня собрался делать огромный генератор. В общем на заводике в принципе пока энергии хватает, тут ничего пока что нового нету. Все по-прежнему работают, все мои дробители, все мои машины. А вот, а собственно на самом карьере как раз таки энергии и не хватает. В общем для таких целей я как раз таки и подготовил компоненты для создания уже огромного генератора. Нам понадобится 9 блоков радиатора, 6 блоков генератора и 27 тяжелых инженерных блоков. Ресурсов уйдет у вас очень много и времени конечно же тоже. И там нужно будут всевозможные печки, чтобы получать сталь. Так, вот у меня работает значит экскаватор и ему все не хватает энергии. Вот отсюда энергия попадает в него. Я думаю я где-то здесь поставлю сам генератор. Я к сожалению не взял книжку, сейчас возьму книжку и вернусь. И еще ребята, совсем забыл сказать, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вам нравится видео. А лучше добавляйте канал куда-нибудь в закладки, чтобы не потерять. Так, в общем я все взял и вот я практически на месте. Так, давайте думать где мы поставим генератор. Я думаю генератор у нас будет размещаться где-то вот здесь. Так, начнем с блока генератора. Книгу я не стал брать, потому что я рецептик знаю. Так, размещаем блоки радиатора здесь. Давайте я кстати покажу крафты для начала. Так, блок генератора. Делается из стали, электрума и кинетического генератора. Он делает здесь железо, красной пыли и так далее, уже катушки. Далее тяжелый инженерный блок. Делается вот так вот. В основном сталь, сталь, сталь и немножко электрума. Также железо, ну то есть поршней. Так, дальше блок радиатора. Требуется ведро с водой. Ведро, кстати говоря, не тратится, только тратится вода. Так что нужно будет наливать вам водички. Так, медные слитки и сталь. Получается у нас блок радиатора. Так, ладно, давайте размещать все это дело. Инженерные блоки размещаем сейчас покажу как. Именно заметьте, что это не легкие инженерные блоки, а тяжелые. Так что такие дела. Так, размещаем всю эту красоту у нас здесь. И далее вот здесь мы ставим уже блоки радиатора. То есть вот такая у нас конструкция должна получиться. И заметьте, где у вас находятся блоки генератора, там и будет выход электроэнергии. В данном случае он у меня вот здесь. И выход будет как раз таки туда. Так, ладно, давайте немножко очистим рядом, чтобы у нас была готовая территория. Нажимаем правым кликом. И у нас готов огромный генератор, ребята. Посмотрите на него. Да, даже просто этот... Салют аж в эту честь. Посмотрите, как он красиво выглядит, ребята. Знаете, такие промышленные огромные генераторы, которые очень много энергии производят. Я, к сожалению, не помню, сколько он производит. По-моему, 512 рэв затик. Но это особо не важно, потому что он эту штуку, надеюсь, легко и сможет питать. К сожалению, пока что топлива у нас для него нету. Я, наверное, как сделаю. Возьму одно ведро топлива из креатива, чтобы продемонстрировать вам, как это работает. Да, и мы уже начнем делать, наверное, завод по производству биотоплива. Ну, хоть, чтобы вы понимали, да, чтобы я не делал там очень многое, тратил времени. И только потом в конце что-то вам показал. Я хочу вам сразу показать. Так, энергия будет забираться вот отсюда сверху. А топливо будет подаваться по трубам сбоку. Либо с помощью ведера. Так, вот такой вот красивый генератор. Его можно включать, выключать рычагом редстоуна, как вот здесь вот. Только ставить его нужно вот сюда. Так, рычага у меня нет, но мне, в принципе, он и не пригодится. Так, давайте воспользуемся двумя проводами, наверное, пока что. Так, воткнем это дело вот сюда. Так, чтобы нам соединить, нужно использовать катушку высоковольтного провода. Именно так. Так, я думаю, как-нибудь вот так вот закрепим. Ну да, не совсем красиво, но, как говорится, близко к месту и будет работать. Я его, наверное, куда-нибудь потом перенесу. Хотя, в принципе, смотрится неплохо. Просто его можно было поставить где-нибудь на базе, да. Но я решил, чтобы не тянуть много проводов пока что, поставить его поближе к нашему экскаватору карьерному. Так, все, в принципе, мы готовы к работе. Единственное, что сейчас редстоуновый рычаг. Ну, я из креатива, наверное, его возьму. А потом просто уберу еще. Так, заливаем вот сюда, прямо вот так с ведра. И включаем. И все, ребята, у нас пошла энергия. Так, все, переходим из креатив режима обратно в выживание. И посмотрите, как же он красиво работает. Просто послушайте. У него еще тут пропеллер даже крутится, ребята, смотрите. Я, к сожалению, туда не могу запрыгнуть. То есть, достаточно мощный двигатель на конце с генератором. То есть, типа огромного электромотора, да, который двигатель крутит. То есть, двигатель раскручивает электромотор и у нас образуется электроэнергия. И теперь карьера у нас работает на полную мощность. Возможно, даже энергии из генератора будет хватать даже еще больше. Даже, может быть, еще на что-то. Для таких целей я как раз-таки сделал рычаг. Блин. Слушайте, топливо уже закончилось? Не может быть. Неужели бы так мало хватает? На мало так хватает. Ну, ладно. Давайте посмотрим, сколько добылось-то. В принципе, очень крутая вещь. Ну, что ж, ребят. Сейчас я, наверное, попробую начать производство топлива. Хотя бы первоначальные какие-то элементы. Ну, что ж. Я сейчас подумаю, короче, что нам нужно и вернусь. Так. Ну, что ж, ребята. Я посмотрел, что же нам все-таки нужно. А нужно нам именно будет два механизма. Они делаются достаточно просто, если у вас есть ресурсы. В основном это железо. Так. Давайте посмотрим. В общем, нам нужен увлажнитель и промышленная соковыжималка. То есть, мы будем делать биотопливо, ребята. Так. В общем, некоторые компоненты я уже подготовил. Осталось только сделать вот такие вот. Промышленная соковыжималка и увлажнитель. Давайте это сделаем. Так. Значит, значит, значит. Промышленная соковыжималка. Она делается из железных механических компонентов, двух поршней, железных слитков и зеленого кактуса. Сразу получаются две штуки. Так. И увлажнитель у нас получается из лазурита, двух железных механических компонентов и всего остального. То есть, как и в зеленом. Так. Давайте выложим пока что остальное. Другие компоненты я уже сделал в нужном количестве. Единственное, что, по-моему, нужно по 8 штучек. Так что я даже сделал немножко лишнего. Так. Значит, пойдемте устанавливать. Посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Хотя, наверное, есть резон делать это в здании. Именно в здании, ребята. Потому что у нас все-таки завод находится внутри. Я не хочу делать это наружу где-то. Вот здесь вот, в принципе, отличное местечко, чтобы сделать все это. Тут все равно ничего особо такого нету. Тут просто пока я место не хочу занимать. Так, ладно. Давайте собирать. Молоточек у меня на месте. Значит, смотрите. Тут у нас будет... Сейчас посмотрим. Сейчас строим вот такую вот конструкцию. Из легких инженерных блоков. Так, аккуратненько. Вот так вот строим. И потом пропускаем полос уже из вот каких-либо блоков. Так. Я думаю, нам понадобится увлажнитель где-то здесь. В крайнем случае, можно будет поменять. Так. Жмякаем. И все готово. Он заработал. То есть, он теперь функционирует. И сюда можно что-то класть. Так, ладно. По ходу дела уже будем разбираться. Так. Тут по два блока я оставил. Не знаю зачем. Но пусть так и будет тогда. Так. Сейчас нужно взять еще лампочек. Чтобы тут было не совсем темно, а светло. Так. Давайте вот так как-нибудь свет сейчас сделаем. И тут тоже поставим пока что лампочку. Так. Дальше устанавливаем точно такую же конструкцию, как мы устанавливали вот здесь. Так. Это все легкие инженерные блоки, если кто не в курсе. Так. И теперь промышленная соковыжималка у нас будет стоять здесь. Так. Давайте тоже жмякнем вот здесь. Чтобы она собралась в нужную сторону. Блин. Я на один блок не туда сделал. Ну ладно. Сейчас исправлю. Вот и готово. Так. Ладно. Теперь давайте подключим питание где-нибудь сверху, чтобы не мешалось. Или где-нибудь вот здесь. И посмотрим, как они, собственно, будут работать. Так. Растительность у меня вообще какая-нибудь имеется. Интересно. Кроме семена промышленной конопли у меня пока что ничего, к сожалению, и нет. Ну ладно, будем ее использовать и посмотрим, что у нас из этого получится. Так. А где мои самые простенькие провода? Так. Низковольтные коннекторы. Я вот не знаю, какой я тут провод использовал. Электромовый или обычный. Тут вообще, походу, медный только провод. Ладно. Давайте использовать медный провод. Тут как раз-таки вот две штуки осталось. Так. И низковольтовые коннекторы. Так. Делаем как-то вот так, наверное. Сейчас посмотрим, если некрасивого провисания не будет, то будет все нормально. Так. Энергия у нас не идет почему-то. Так. Почему у нас не идет? А, возможно, там крепление, ребята, для энергии, возможно, сверху. Ну-ка. Да. Я что-то по привычке сделал не совсем правильно. Ладно. Давайте сейчас какой-нибудь подъемчик себе организуем. Небольшой такой вот. Вот в таком виде. А я думаю, что же у нас не подключается. Уже совсем все забыл. Так. Подключаем сверху. И тут тоже подключаем сверху. Именно там, где находится у нас вход данной машины. Тут можно между собой соединить провода. В принципе, нормально как раз-таки, думаю, будет. И здесь соединим вот так вот. Все. Вроде провода проходят нормально. И энергия у нас идет, наверное, вот сюда сначала. Да. Энергия тут прошла. Теперь наполняется здесь. Так. Это у нас увлажнитель. Сейчас посмотрим. Будем смотреть и учиться, что же у нас делает такая машина, ребята. Так. Собираем эти детальки. Так. У меня есть вот семена промышленной конопли. И кладем ее сюда. Соковыжималка. Ясно дело выжимает и получается у нас растительное масло. А что у нас делает вот эта штука? Эта штука. Ну-ка давайте-ка посмотрим рецепты. Ага. Тут у нас получается этанол. Интересно, чем мы именно можем заправлять наш генератор. Короче говоря, давайте я, ребята, сейчас понабью растений, семян всяких. И положу это все сюда. И в итоге посмотрим, что у нас получится. Так, ребята, значит побегал. Я немножко покидал сюда всех семян, которые я нашел. В итоге в данную соковыжималку у нас поступает семена пшеницы, семена тыквы, семена арбуза и семена промышленной конопли. Тут, кстати, пишется, сколько они вырабатывают. Можно посмотреть. И у нас получается растительное масло. Я выработал почти ведро. Давайте его сейчас заберем. Так, как нам его забрать? Ага, вот здесь. Так, опустошить, к сожалению, нельзя. Так, ведро растительного масла у нас есть. Теперь давайте сейчас еще одно ведро сделаем. Так, ладно, не будем париться насчет того, что у нас темно. Сейчас возьмем еще одно ведро и уже посмотрим, что у нас тут с этанолом. Увлажнитель у нас, как оказывается, делает этанол. Так, этанол, в свою очередь, используют либо сахарный тростник, либо арбузы, либо яблоки, либо картофель. Все, больше он ничего использовать, к сожалению, не может. Так, ладно, давайте попробуем этанолом наполнить. Так, вот сюда, вот. Так, у нас получилось два ведра разного топлива. Теперь давайте попробуем, сможем ли мы уже его использовать, чтобы наш генератор работал. Если да, то все, в принципе, прекрасно. Можно просто будет сделать огромные фермы, например, пшеницы, картошки, либо тростника. Частично их автоматизировать за счет физики Майнкрафта, и все будет нормально. Так. Данное топливо, ребята, не наливается. Значит, нам нужно будет перейти на следующий этап. И, как ни странно оказалось, ребята, у нас есть все, что нужно практически для строительства последней машины. То есть, там, где уже появляется дизель. То есть, топливо, которым мы можем накачивать наш генератор. Ну что ж, для его постройки нам понадобится 8 стальных лесов, легкие инженерные блоки, 6 штук, 24 блока листового металла и 3 тяжелых инженерных блока. Листовой металл мы сейчас очень простенько сделаем. Так, еще раз глянем, сколько его нужно. 24 штуки. Так, у меня для этого есть железо некоторое количество. И с помощью молоточка инженера мы можем себе сделать, как в старом добром индустриал крафте, пластины. А из этих пластин уже как раз-таки получится вот такой вот блок листового металла. Так, давайте сейчас его сразу закрафтим. Так, столько, сколько нужно. 24 блока у нас в итоге выходит. То есть, слиток один к одному идет как раз-таки к этому блоку. Ресурсов у меня, кстати, все меньше и меньше становится. Так, давайте возьмем два ведра вот этих жидкостей, которые мы получили. И сейчас начнем вот тут вот где-то собирать вот эту, я не знаю даже как назвать, эту конструкцию, которая создает нам биотопливо. Так, по каким размерам она примерно располагается? Так, 3 на 5. 1, 2, 3, 4, 5. В принципе, она здесь поместится. Я боюсь то, что только вывод нужно будет где-то делать. Просто не совсем, наверное, удобно она здесь будет располагаться. Но пока что я не знаю, куда вот это все можно было бы переставить, да? Можно, в принципе, было бы их вплотную как-то поставить, но тогда это уже было бы не то. Так, ладненько, что у нас здесь? У нас здесь, в принципе, есть место. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, тоже вплотную получается. Нужно, ребята, делать завод больше. Ладно. Давайте соберем эту конструкцию прямо вот здесь. Если что-то будет не так, то уже разберемся по ходу дела. Так. Вот так вот делаем паузу. Так. Значит, размещаем тяжелый-тяжелый и крест-накрест легкие. Так. Тяжелый. Так. 2, 3, 4, 5. Размещаем. Смотрим. Да. Должно быть все правильно. Так. Легкие инженерные блоки у нас размещаются вот таким вот образом. Так. Смотрим дальше. Главное не перепутать их местами. А дальше ставим вот такие вот стальные леса. Они располагаются вот так вот по краям. Так. Ну, это я на камеру соберу, чтобы вам было наглядней. Так. Тут у нас тяжелый, там легкий. Так. Легкий. Тяжелый. Так. Тут мы просто закрываем все, как я понял, блоки листовым... Блоками листового металла. Так. Ну, все, в принципе, готово. Я тут лишних 3 инженерных тяжелых блока сделал. У меня и так ресурсов практически нет. А я еще и на это тратил свои ресурсы драгоценные. Ну, что ж мы видим, ребята. Вот такой вот перегонный котел, скажем так, который нам делает топливо. Скорее всего, ему нужна энергия. Но я могу и сомневаться. Да. Ему нужна все-таки электричество. Так. Очиститель он называется. Так. Питание, походу, крепится здесь. Это, кстати, не очень классно, потому что это будет неудобно сделать, я бы сказал. Так. Ну, ладно. Мы, в принципе, что можем сделать тогда? Я тут, наверное, электромовыми проводами тогда сделаю, наверное. Не знаю, вот тут он просунется, нет? Скорее всего, нет. Тогда придется сделать как-то вот так, наверное. Сейчас давайте сделаем замену медных проводов на электромовые, потому что так будет проще работать и лучше. Так. И вот здесь тоже убираем. Медные провода у нас немножко пойдут в утиль, скажем так. Потому что электромовые провода пропускают гораздо больше энергии, и это лучше будет. Так. Вот так вот запитываем своеобразно. Так. И сейчас посмотрим. Все, вычислитель пошла энергия, и это хорошо. Так. Вот тут вот надо запитать теперь тоже. Опять сделаем подъемчик. Так. Сделаем подъемчик. И вот это вот убираем. Что-то с самого начала надо было сделать хорошими проводами, чем делать так, как я сделал. Так. Сюда. Сюда у нас электромовый провод идет. Вот так. И вот так вот. Так, все. В принципе, тут все должно работать. Ну-ка, давайте посмотрим, ничего тут не завалялось ли. Быстренько убираем булыжник вот этот, который у нас тут располагается. Проходим в эту комнату, и тут у нас что мы видим? У нас вот тут вот надо убрать, потому что у нас немножко другого типа теперь провода. Так. Размещаем, значит, электромовые. Ну-ка, дотянется? Нет? Не дотягивается. Окей. Сделаем как-нибудь вот так тогда. Таким вот нехитрым образом мы немножко даже проапгрейдили нашу базу. Кстати, тут такая фишка, я заметил, то, что можно двери закрывать, да, ему совершенно без разницы. Энергия все равно будет поступать по проводам. Так, ладно, запитали мы нашу конструкцию. И, как я понял, тут можно положить два ведра топлива разного. И у нас начинается получаться биодизель, ребята. Так, вот он наш биодизель. И сколько у нас его? Два ведра, ребята, биодизеля. Так, это у нас уже дизельное топливо, насколько я понимаю. Ну-ка, давайте посмотрим, можем ли мы посмотреть рецептики. Где-то должна быть кнопка, чтобы посмотреть рецепты. Ладно, к сожалению, я ее не вижу, но мы уже умеем делать биодизель, ребята. Это значительный прогресс. Давайте сейчас его быстренько зальем в наш генератор и посмотрим, как он уже начнет работать. Так, ну что ж, я прибежал. Вы готовы, ребята? Чик. Я тут специально освободил все. То есть тут руда примерно в секунду получается, да, если вот он работает. Но топливо, как я понял, очень быстро уходит. Вы видели, да, как целое ведро буквально там 5-10 секунд работает генератора. Это на самом деле не очень хорошо. Я думаю, тут тоже нужно будет пофиксить, ребята. Ну что ж, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Я вас люблю. Пока-пока.